Это большая встреча органов власти местного, регионального и федерального уровней. Научных организаций и нефтегазовых компаний проходит раз в два года и собирает участников для консолидации усилий в области устойчивого развития нефтегазодобывающей отрасли. На сегодняшний день, касательно недропользования, у нас есть два основных пути развития. Первый – это, безусловно, увеличение добычи на существующих месторождениях, освоение новых месторождений, произведение георазведки на неослойных территориях, есть нераспределенный фонд месторождений. И очень радует, что наши недропользователи сегодня наращивают объемы добычи, это, прежде всего, Роснефть, Башнефть, Руснефть, Петро. В следующем году две новые скважины, и мы надеемся получить определенный результат по компании «Востокнау». Второй путь, безусловно, это развитие инфраструктуры. И, прежде всего, это транспортная инфраструктура, это транспортировка и углеводородов, и транспортировка генеральных грузов. Перспективы развития сырьевой базы округа и прогноз новых направлений георазведочных работ на территории региона и прилегающем шельфе обсудили на пленарном заседании представители нефтяных компаний, Департамента природных ресурсов Ненецкого округа, Тимана Печорского научно-исследовательского центра, Сколковского института науки и технологий и Всероссийского нефтяного научно-исследовательского института. «Безусловно, перспективы есть. Сегодня уже подготовленный к освоению нефтегазовый потенциал не в полной мере востребован на территории округа. Добыча, которая может быть обеспечена за счет уже разведанного потенциала, конечно, она, безусловно, даже при небольших темпах, 2-2,5%, может достигать до 20 миллионов тонн в год». По словам Олега Прищепа, этот потенциал может существенно наращивать как в новых малоизученных районах, так и в странах, где уже развита инфраструктура за счет переоценки тех работ, которые были выполнены в 80-х годах. Один из таких старых районов – Тимана Печорская нефтегазоносная провинция. Треть ресурсов находится на территории Республики Коми, две трети – на территории НАО. В настоящее время там открыто более 200 скважин, и, как считают представители геологоразведки, таких скважин на территории провинции может быть в два раза больше. «Перспективы громадные еще. Но, правда, изученность уже где-то порядка 50%. Это имеется в виду те запасы плюс те объекты, которые уже сегодня подготовлены к бурению. А в целом, еще, считайте, половина того, что еще неизвестно. Особенно крупные компании, такие как «Лукон», «Башня нефть», «Востокна», сейчас «Россия Петра» серьезно занимаются тем, чтобы расширить свои границы, свои лицензионные участки и выходить на новые территории». Для привлечения новых инвесторов и увеличения объемов продукции нефтяных компаний, работающих в округе региональным парламентом, уже в этом году приняты два закона о внесении изменений в окружной закон об установлении пониженной ставки налога на прибыль организации для отдельных категорий налогоплательщиков. «Также на рассмотрении сегодня в Государственной Думе находится проект закона, инициированный Астраханской областной думой и собранием депутатов Ненецкого автономного округа, предусматривающий расширение круга потенциальных пользователей участками недр континентального шельфа Российской Федерации». Спикер также отметил, что на этой конференции рассматривают не только задачи, стоящие в сфере развития нефтегазовой отрасли, но и затрагивают актуальные вопросы экологии и подготовки кадров. «Сколковский институт науки и технологий» – один из центров кадровой подготовки специалистов для тех отраслей, где применяются нестандартные решения. С переходом нефтедобывающей отрасли на новые технологии спрос на узкопрофильных специалистов возрастет. «Особенность нашего центра состоит в том, что мы – международный университет, и мы очень глубоко интегрированы в международную науку. Среди наших партнёров очень много лучших университетов, которые работают в области петрулемо-инжиниринг. И мы включаемся тогда, когда вот эта проблема, которая возникла, она не может быть решена в существующих центрах». В освоении углеводородного потенциала рассмотрели человеческий фактор. С развитием технологий должны меняться условия труда, средства защиты и профилактики здоровья. Уже сегодня международные стандарты по рабочей среде в Арктике включают такие пункты, как медицинская реабилитация и психологический отбор. «Арктику осилит только здоровые. Поэтому в этих суровых климатических, и причём на фоне этих климатических условий ещё и производственные факторы, вредные факторы, поэтому человек попадает в такую двойную зависимость от факторов окружающей среды. И поэтому он быстрее подвержен различным заболеваниям». Главной темой второго дня стало освоение месторождения арктического шельфа, углеводородный потенциал округа и экологическая безопасность при разработке нефтяных месторождений в Арктике. На пленарном заседании один из рассматриваемых докладов касался использования попутного нефтяного газа для целей рыболовства в нашем регионе. Уникальный проект представил генеральный менеджер норвежской компании «Акваплан Нива» Александр Бомбуляк. «Вода освобождается с температурой 15 градусов. Вода, которая забирается в море или с река, она имеет температуру, как правило, около 9-10 градусов. Оптимальная температура для выращивания семги – 14 градусов. Просто через теплообменник тепло передаётся воде, которая используется для выращивания рыбы, и темпы роста рыбы увеличиваются». Александр Бомбуляк уверен, у Нинецкого округа есть все возможности перенять эту уникальную разработку. «Где достаточные объёмы, как мы предполагаем, попутывание нефтяного газа сжигается на факелах, наверное, это может иметь смысл, особенно в тех районах, где есть и источник энергии дешёвый, и источник водоснабжения для выращивания рыбы там же на месте. Но и с точки зрения даже компенсационных мероприятий, выращивание рыбы для зарыбления водоёмов, восстановление – это тоже один из элементов, который может быть реализован». Кстати, опытом успешной реализации аналогичного проекта на пленарном заседании поделилась компания «Газпромнефть Шельф». Это первая компания, начавшая добычу углеводородов в Российской Арктике при разработке приразломного месторождения. «Особое же место среди природоохранных мероприятий «Газпромнефть Шельфа» занимает восстановление морских биоресурсов. В частности, выпуск в естественные водоёмы северного рыбохозяйственного бассейна «Мальков Атлантического лосося». Вот так с воздуха выглядит центр по воспроизводству ценных пород рыб. Платформа «Приразломная» – не единственный пример грамотного опыта взаимодействия фонда «Дикой природы» и предприятий нефтегазового комплекса. Я сегодня рассказывал о том, как мы работаем с «Ямал-СПГ». Компания утвердила у себя корпоративную стратегию по сохранению одного из редких видов – «Атлантический морж». Рассказал о том позитивном опыте, потому что зачастую общественные организации не всегда выступают с резкой критикой деятельности нефтяных компаний. Но мне хотелось осветить то, что помимо критики имеются и достойные примеры, которые мы можем тиражировать, показывать пример другим компаниям, как можно взаимодействовать, как можно работать. В пленарном заседании также прозвучал доклад по мониторингу технологий рекультивации и переработки нефтеотходов в условиях Ненецкого округа. После пленарного заседания состоялось обсуждение резолюции конференции, которая консолидирует точки зрения экспертного научного сообщества, недропользователей и органов власти.